Всем привет! Я уже собралась, взяла с собой утюг. У меня сегодня, короче, две квартиры и пришла смс-ка, что пришел штамп на Европочту, так что надо будет еще получить посылку. Сейчас вызвала такси и поеду на Держинского, короче, на такси. Чипик, ты че мой сладкий? Да колупались до моей собаки. Короче, в одной из групп, что он сидит на цепи. По двору он бегать не может, потому что тут постоянно открыты ворота, тут ходят банщики, допустим, либо вообще вон забор какой-то дряхлый, что он просто сбежит через любую дырку. Начали, короче, обсирать меня всякими вселякими словами, что я садюгом, да, чип, что я садюгом, дегенерат, урод и все в этом духе, что посадила вот такую собачку, блин, с такой вот классной будкой, блин, на две комнаты, что у него вообще никогда нет воды, еды, он сидит голодный, тут тупо умирает. Это было в семнадцатом году, прошло пять лет, собаке уже пошел одиннадцатый год, уже такой слеповатый, староватый, глуховатый, ну блин, живой. Ё-моё, и в итоге вообще какую-то хрень из меня сделали. Такса приехала. Ну все, я уже на месте, иду драить квартиру, надеюсь, там чисто. Приехала такса, я не успела дорассказывать. Ну короче, все бы ничего, но в данной группе там есть трындец, какой подстрекатель, который просто вот сам, наверное, ни одного животного с улицы не взял или не взяла, кто там вообще за кадром сидит, хрен его знает, а вот только тявкать, вот только тявкать и что-то трындеть. Если бы это была какая-то там, не знаю, обычная собака, поверьте вы мне, ну вообще внимания не обратили бы просто на вот это вот все. Ну и собака реально по двору не может передвигаться, ну в том плане, что дряхлый забор, и я вообще-то как бы на съемной квартире, я к тому, что не могу закомандовать, допустим, там хозяином, что поменяй забор, там, чтобы, короче, ни одна живая душа не пролезла сквозь эти этот штакетник. Ну как бы трындец. Дома он мне что творил? Поначалу вообще, когда мы убрали, сказали, ой, все, там в тубзик ходит, короче, на улицу просится вся фигня, дошло до того, что просто я уже как-то вот даже на днях упоминала, что у нас просто чуть угол не прогнил, потому что он просто, я не знаю, просто назло метил этот угол, это был просто трындец какой-то, я не знаю, невыносимо было. Его на улицу ведешь, если, допустим, там идешь на поводке, и этот поводок случайно там, блин, либо отстегнется, либо еще что-то там, либо там, не знаю, с рук выпустишь, он бежит просто без оглядки, куда глаза глядят, это вот такая вот собака. И с одной стороны понимаю, что и я должна была в свое время, как бы пока он был мелкий, воспитывать его, как бы, да, учить, но это вот просто как было изначально, что он просто бежит, вот шалопай такой, ему даже вот его зовешь, он просто не окликается, даже вообще хоть бы отозвался, хоть бы голову повернул, он просто удирает все. И у него изначально вот такая вот фигня манера и была, это с самого начала, просто, он просто удирает. Забор я поменять не могу, потому что, ну, как бы, это не мой участок, не мой забор, но, блин, в итоге вот найдутся постоянно вот такие вот. Вот. И я еще понимаю, что, не дай бог, конечно, с этой собакой что-то случилось, но когда он пропал, и это ж уже не первый раз, он так вот, ну, сбегал там и прочее, я ж его всегда ищу, всегда нахожу, приволокаю домой, я с него состригаю все эти колтуны, всю эту фигню, но там, блин, вычесывать его, наверное, даже и через день, блин, и то мало бы было. Так это еще фигня. Ладно, потрындели, забыли, но когда вот просто ветка из комментариев пошла такая, что они просто обсуждают открыто, как можно похитить и спасти данную собаку, я просто офонарела. Одна там пишет, тряпку ему на голову, какую напяльте, он к новым хозяинам вообще без проблем привыкнет. И, короче, все в этом духе. Некоторые написали, ну, понятно, телефон я свой оставляла недавно, потому что, ну, если кто-то видел, чтобы позвонили, да, прошу теперь. Говорю, объявление больше не актуально, собака нашлась, удалите номер телефона. Она тупо не удаляет. Написала в поддержку ВКонтакте, мне сказали подтвердить, что действительно это мой номер телефона, в итоге будут удалять. Не знаю, как этот пост, публикацию саму, но номер должны будут удалить. Оскорбления тоже, короче, все это в поддержку понаписывала. Ну, короче, разбираются. Не знаю, чем там все закончится. Ну, короче, прикол в том, что даже вышла такая фигня, что некоторые из банщиков, которые у нас отдыхали когда-либо, там, короче, крякали о том, что да-да-да, мы там баню снимали, у них адрес такой-то, такой-то, и вот, да, действительно там собака сидит. И он такой бедный, несчастный, вечно голодный, вечно без воды. Там, я не знаю, ну, это как здесь. Еще и фотку, так сфоткали, собака, короче, спал, а такое чувство, будто он там вообще без сознанки лежит, непонятно в каком состоянии. Со старой еще на тот момент будкой, хотя та будка тоже была неплохая, просто сейчас, короче, поддон сделали, чтобы когда дольше, чтобы ему там в буду не затекало, не заметало его там. В итоге трендеется. Я говорю, вот, ну, как бы, если бы я, допустим, не дай бог, если бы у меня пропал кот, допустим, да, там все, как бы непородистый, там туда-сюда, они бы даже не заметили. А тут, блин, увидели, что, боже, собака, ну, тут, я не знаю, чистый или не чистый пекинес, фиг его знают, потому что пекинесы вообще мелкие, а этот такой покрупнее, тут средняя какая-то собака, тут как помесь какая, ну, вот. Не знаю, короче, кто там с чем скрещены, ну, короче, а тут все, они запородистые. Начали уже там в этих комментах, короче, бля, я как на базаре, честное слово, господи. Я постоянно дома, и они пишут, что якобы невозможно выловить хозяйку, чтобы поговорить. Давайте найдем этому псу руки нормальные. И там многие пишут, я бы забрала, я бы забрала, что ты забрала бы? Если бы я его кастрировала, ты бы его хрен забрала бы, потому что все сильно умные, и всем нужна порода, порода. Эта собака, вот на тот момент щенки стоили так прилично. Эту собаку я домой притащила, блин, вообще, без всяких родословных, без всякой этой фигни. Мне даже ветпаспорт они сделали, я этот паспорт заводила. Ну вот, собаки не сделали ни одной прививки, блин, это... Короче, просто мамка пекинеса, а папа непонятно вообще кто, потому что собака... Ну, блин, собака с приплюснутой мордой и чем-то схож с пекинесом, все. А вот я говорю, что касается всяких вот этих обычных, так они не обращают даже внимания. Кто-то писал, что типа ему, наверное, лучше было бы все-таки в приюте. Да, сиди один раз в день, бедная собачка, жди, пока тебе там, не знаю, пайку какую-то из фиг знает чего там дадут, лишь бы только желудок набить. И будешь ты сидеть без выгула, тут хотя бы на улице, хоть там свежий воздух побегает там туда-сюда. А там будешь сидеть в клеточке, блин, метр на метр, это то же самое, что в будку. Вот запихаю, блин, закрою и все. И они считают, что в приюте намного лучше, намного лучше. Да, трындец. Я говорю, добрых дел никто не видит. В приют деньги перечисляла, тарелками помогала, коврами помогала, потому что ковры собирают, допустим, ненужные, оббивают клетки там на зиму и прочее. Ни слова не сказала. Кота, блин, с улицы подобрала. Я не покупала этого кота. В итоге все равно для всех хреновое. Слушайте, если уже на то пошло, у нас не первый раз как бы всякие какие-то хрени происходили на территории. У нас очень часто тот же участковый. Блин, часто бывают разные, не знаю, сотрудники милиции во дворе. И все прекрасно как бы видели эту собаку и ничего. А здесь просто делают каким-то меня садистом. И просто капец, я жестоко обращаюсь с животным. Кобздец, просто кобздец. Если я со своей теперешней работой буду вот так вот туда-сюда бегать и держать в квартире данную собаку, эта собака увидит улицу, уж поверьте вы мне, наверное, только максимум, блин, полчаса. И будет сидеть дома без выгула целый день и обсвать углы. Вот и все. Ну, а здесь он на улице, он на свежем воздухе, и у него не цепь вот такая, ёпарс, эта шальная, блин, что в руку не возьмешь. Там цепочка у него. А так, если он будет... он не бегает сам по себе. Если я его спущу с этой вот, с этого карабина, это будет капздец. Он снова бежит и... ну, блин, и плюс дорога рядом. Собьет либо машина, либо реально снова потеряется. И ходить каждый день его искать, это трындец. Поэтому, блин, вот прикиньте, вот так даже бывает. Хотя, собаке пошел одиннадцатый год, что не странно, да. И вот, я аж его чуть бедного не заморила, не... не угробила. Блин, смешно жно. Короче, все, блин, пофиг на эту ситуацию. Пусть что хотят, то и трындят. Пусть лучше за собой смотрят, чем за... за мной и за моей собакой. Я уже приготовила вторую квартиру. Сейчас заселю людей. И, кстати, объявление, что я говорила, типа удаляли. Поэтому вот написала в поддержку и удалили. Ну, все, забрала свой штампик. Смотрите, они штампанули. Гипс Гродно, мои эти золотые ручки. Так вот упаковали. Боже. И там чего-то еще лежит. Они сейчас в последнее время дарят подарки. Дополнительные штампики. Я надеюсь, мне тоже что-то положили. Я еще не раскрывала. Реально два штампика. Один вот такой, как на упаковке, а второй просто гипс Гродно. Подарочек. И там, короче, инста и мой номер просто отдельно. Господи, класс! Я возле Белмаркета, короче. Была такса 5.30. Сейчас за 2.30 поеду. Смотрите, у меня чего. Тут утюг со штампами. Тут продукты. Арбуз, наполнитель. 3.49 за 4 килограмма. 10 литров. У нас почти 7 рублей 6 литров. Вроде. А тут 10 литров. Ну, короче, повыгоднее намного. Ну что, покажу получше, поближе. Короче, я свой номер скрывать не буду, потому что мой номер, в принципе, можно найти на... где найти. В группе Viber, либо в Instagram. Ну, как бы. Поэтому. Я надеюсь, у меня подписчики адекватные, мне звонить не будут. Короче. Ладно. Вот такой пакетик был. Упакован. Вот такой вот красивенький штампичек. Вот такая вот лапочка. Руки так смешно смотрятся, не могу, пипец. Тоже с номером. Гипс.Гродно. И плюс мой номер. И в ручках сердечки нарисовано, написано, то есть, золотые ручки. И с таким пупсиком прям милота. Смотрите, как у меня, кстати, сходит этот ожог после... Господи, как его? После утюга. Что-то у меня уже память, блин, пропадает. А маленький штампик был такой бубочке прям. И тут просто продублирован гипс.Гродно и мой номер телефона. Типа... Вот. А этот уже прям такой, посерьезнее. Я довольная? Капец. И сейчас вам покажу, какие пакеты крутые в магазинах. Это я аж ехала на такси. Я просто с этим пакетом села в таксу. Отсюда торчит рис. Отсюда торчал наполнитель, и пришлось бумажку еще заклеить, потому что уже наполнитель вываливался. Не знаю, хотя в багажнике ничего не стояло. Короче, купили арбузик. Не знаю, сколько килограмм. Сейчас по чеку посмотрим. Сейчас я развяжу пакетом. Ну, тут утюг. Кстати, лучше утюжить, чем на квартире. Я не знаю, либо я просто к своему привыкла. Пять нектаринов. два риса. Три шестьдесят девять, а у нас четыре восемьдесят девять. Два взяла по девятьсот грамм. Вот этот вот, именно оранжевый, он офигенский. Он мне так нравится, капец. Он пропаренный, шлифованный, не слипается. Масло вообще редко добавляю в него, но добавляю все равно для вкуса. Короче, две пачки взяла. Все равно думаю, на такси еду, фигня. А этот, блин, короче, ну фигня, пусть будет в этом пакете тогда. И тут еще эти шпиканчики вот такие вот купеческие. Пять двадцать шесть, по-моему, да. Шесть девяносто девять за килограмм. Там на акции, но такие тоже, смотрю, вкусненько пахнут. Ну и что? Все, наверное. Ну и этот наполнитель, я уже говорила. Сейчас посмотрим. Пакет нектарин крупа. Крупа арбуз вышел на семь килограмм почти. Ну и колбаски. Все, больше ничего не брала. Это будет оставаться значит в этом мешке. Пусть туда сыплется. Я сейчас этот возьму, заклею. И пока не надо наполнитель, но попозже это пригодится. Кот молоко не пьет. Что за херня такая? Я сидела, докрашивала. Короче, руки сейчас высохнут и буду писать девочке. И хочу попробовать на гипсовой какой-нибудь штучке. Короче, отпечатывать вот эту вот штуку-дрюку. Короче, поиграла я с этим штампиком. Прикольно очень получилось. Большой пока что еще не намазывала. Сделала вот таких вот два пакета. В одном подносы и подсвечники. Дальше губы и руки. Вот так вот. Короче, все. Заказом закончила. Надо ждать следующий заказ. Вот, короче, попробовала на шкатулочке гипс гродно. Вот эти две полосочки это я намазала слишком дофига. Вот, хорошо, короче, отпечаталась, нормально. Сейчас Денис выйдет. Мы собрались в Санту за булками, если будут и в фикс-прайсе за три в одном. Если на лакированную поверхность нанести, фокусируйся, то оно размывается, если лаком покрываешь, ну, типа, перекрываешь, так скажем. Но здесь вот, супер. О, уже одну достал, блин. Короче, мы купили с ягненком. С ягненком. С ягненком три штуки. Это обозначает, что буду. Буду, буду. Две чипи, одну кота. Дайте хоть понюхать, хоть понюхать. Две по десять арома, чтобы сто раз не шариться. Три булки с бананом. Блин, как пахнут эти каждому по лепешке сырной. свечи купила. Это в маленькие подсвечники. И попробовать взяли миндаль, ваниль, ореховое молоко. Четыре рубля стоило. Офигеть, как молочный коктейль, будто расплавленное мороженое с миндалем. Ну, вот с орехами. Офигенно вкусно. Котик, кто тут сидит? Сидит, только бесстрашный. Скоро за заказом приедут. Красивый котик. Все, уже идут за заказом. Буду показывать эту красоту, упакую, и все, и до свидольки. Та-дам! Все, забрали, и цилиндр не шлифованный, не обработанный тоже. Вот так вот. Говорит, я сама обработаю. Короче, за рубль еще отдала. Прекрасно. Ну, такой прям красный. Не знаю, вкусный, не вкусный. Надеюсь, вкусный. Да, все-таки у нас в магазине был прям приторно-сладкий. Вот. А этот такой, ну, чуть лучше среднего, так скажем. загнали эту серую булочку домой. Мои там моются, мы поели арбуз и будем укладываться сейчас в спадки. Так что все. Всем спокойной ночи. До завтра. Дям! Мой маленький мальчик. Мой маленький мальчик. 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 Мальчик.